Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео мы продолжим с вами изучать сицилианскую защиту и разберем несколько позиций, в которых либо белые, либо черные в хорошей ситуации проиграли в один ход. То есть, опять же, это будут те партии, где действительно ничто не предвещало беды, но тем не менее, эта беда, она все-таки застоялась. И разберем несколько, опять же, таких стандартных технических идей в дебюте, которые могут быть у белых, либо у черных. Итак, K4, C5, перед нами сицилианская защита и далее в первой партии белые сыграли Kf3, однако после хода Kc6 они пока не спешат играть D4, то есть, делают, по сути, главный ход теории, а играют Kc3, тоже вполне возможный ход. Итак, Kc3 у черных есть масса ходов, в частности, Kf6, как они их сыграли, и далее Sb5, то есть, вновь D4 был вполне возможный ход, но слон B5 интересный вариант, то есть, в принципе, вариант крайне популярный, и, в частности, его применяют многие ведущие шахматисты, то есть, за белых так играет и Магнус Харс, и другие гроссмейстеры, да, то есть, такой вариант в последнее время в теории становится все более популярным. Итак, слон B5, опять же, за черных тоже довольно большой выбор, но Fc7, тот ход, который избрали черные в данной партии, вполне логичный, то есть, черные укрепляют коня, и, при случае, готовых сесть на C6, даже ферзем. Тем не менее, дальше, после рокировки и А6, последовало слон C6 и взятие не ферзем, а пешкой. Взятие пешкой внешне смотрится не совсем логично, но, с другой стороны, в принципе, хотя и структура немного портится у черных, зато у черных есть и определенное преимущество, это преимущество двух слонов. Все-таки, это, опять же, такие два слона, это довольно такая условная тема, да, то есть, я имею в виду, что именно преимущество, это та тема, которой, в общем-то, очень много вопросов, то есть, два слона хороши тогда, когда позиция открытая, и когда у слонов много пространства. Здесь же пока и слон C8, и слон F8, они особо не участвуют в борьбе, поэтому сложно сказать, насколько два слона это преимущество в данной конкретной ситуации, то есть, это, возможно, в перспективе скажется, но пока от этого никакого готова нет черным. Итак, белые играют E5, нападают на коня, то есть, возвращаемся в партию, смотрим, что у них было дальше, итак, E5, конь D5, конь E4, и вот здесь уже, как ни странно, черные допустили ошибку, которая, правда, совершенно не очевидная, и которой белые не воспользовались. То есть, черные сделали ход B6, ход тоже по-своему логичный, они укрепляют пешку на поле C5, и при случае черные готовят ход к слону B7, в ряде вариантов такой ход возможен. Но давайте разберемся, в чем же недостаток хода B6, то есть, чисто внешний ход крайне логичный, однако, дело в том, что здесь белые получают огромный перевес развития. Им нужно было сыграть не ферзи 2, как было в партии, то есть, ферзи 2 ход сработал, поскольку черные допустили логическую ошибку, а надо было сыграть белым C4, то есть, C4 ход внешний, опять же, напрашивается, но с другой стороны непонятно, почему у белых большой перевес должен быть. Так вот, дело в том, что белые наваривают темпы, то есть, C4, допустим, конь F4, еще и D4, то есть, захватываем центр, теперь слон F4 угроза, поэтому коня нужно упирать, ну, допустим, конь G6, то есть, черные вроде как от всего защитились, теперь одноходовых угроз у белых нет, но, однако, ладья Е1, белые просто уводят ладью, и после хода Е6, вот тоже очень важный ход, который действительно фиксирует перевес белых, это ход D5, то есть, я дальше вариант оборвал, смотрел эти позиции немножко с компьютером, но не буду уже в видео все это показывать, тут дело все в том, что, опять же, черным очень сложно доразвиться, и во всех вариантах здесь белые скрывают позицию, черным не хватает все-таки здесь пары темпов, да, чтобы убежать кроткую рокировку и спокойно дальше играть данную позицию, соответственно, здесь у белых очень большой перевес, опять же, позиционный перевес, пока не материальный, вот компьютер дает здесь перевес под плюс 3, как ни странно, да, то есть, фактически, лишнюю фигуру рисует, но, тем не менее, лишней фигуры, конечно же, у белых пока нет. Такой оттенант был вполне возможен, опять же, вариант совершенно неочевидный, то есть, даже когда мы видим все ходы, которые показал, и то не скажешь, что у черных уже прям все настолько плохо, но, тем не менее, вот дверок в своих оценках очень категоричен, и, в принципе, в острой позиции, конечно же, ему вполне можно верить. Однако, белые сыграли хитрее, то есть, ход ферзи 2, тот ход, который, в принципе, не кажется настолько опасным, как c4, то есть, ход внешне темповой, тем не менее, остается очень сильная угроза, которую черные благополучно зевнули. Вот тут надо было им понять, что реально сейчас у белых есть сильный тактический удар, и сыграть конь f4. Ниже 6, как раз то, что было в партии, именно конь f4. Конь f4 напасть на ферзи 3, либо вернулся конь d5, предлагая ничью повторением ходов, либо даже сыграть конь e6. То есть, после конь e6, теперь уже угрозы всякие со скоками коня, типа конь d6, там, или конь f6, тем более, это все не работает, и у черных позиция, конечно же, похуже, их фигура стоит немного коряво, но, тем не менее, опять же, важно то, что сразу белые ничего выиграть не могут. В партии же последовал ход g6, то есть, понятно, что черные хотят сыграть слон g7 и рокировка, но они все это не успевают сделать, поскольку следует очень сильный ход, а именно конь d6. Красивый удар, довольно стандартный, он встречается в разных дебютах, допустим, в Будапештском гамбите подобная идея есть, вот, в принципе, в некоторых вариантах защиты каракан. Ну и тут, действительно, данный ход очень сильный, как ни странно, здесь уже черные сразу сдались, опять же, нужно разобрать этот вариант дальше, почему как раз-таки следовала сдача партии. Что понятно точно, так что играть еd плохо, то есть, еd очевидно, что играть черные не могут, из-за еd следующим ходом теряется ферзь. Тем не менее, опять же, такие шахматы, это все-таки не шашки, и можно было уйти королем, самое точное, это, конечно же, король d7. Теперь у белых нет шахов, они играют пока по стаконе в 7, выигрывают пешку, черный играет ладья g8 и d4, и вот, опять же, удивительный момент, что здесь при наличии всего лишь одной лишней пешки, то есть материальный перевес у белых минимальный, здесь движок дает оценку практически плюс 5, то есть, представляете, да, у нас фактически лишний ладья, хотя по факту всего лишь пешка, то есть, удивительная позиция, где за счет именно огромной доминации белых фигур, за счет очень плохого положения короля соперника, белые побеждают. Опять же, я все равно не согласен с тем, что черные сдались, то есть, такой позиции нужно, конечно же, бороться, то есть, у белых нет форсированного выигрыша даже в этой ситуации, черным нужно продолжать борьбу, но, тем не менее, они решили сдаться уже после хода конь d6, еще двумя ходами ранее, то есть, уже в данной позиции на же 6 конь d6 черные сдались. Так что, поэтому такая интересная идея, можете ее тоже использовать, и на самом деле, опять же, она интересна тем, что действительно идея нестандартная, то есть, в принципе, в цельянке подобные ходы, как конь d6, не встречаются крайне редко, поэтому, конечно же, подобный ход можно тоже взять себе на вооружение. А мы с вами идем дальше, разберем гораздо более типичную идею, и вот подобную идею мы уже с вами видели, то есть, кто смотрит мои видео регулярно, тот видел данную идею неоднократно, в частности, в видео, где мы разбирались в цельянскую защиту ранее, тоже подобную идею я вам уже показывал, как теряется подобным образом легкая фигура, то есть, обычно добывает слон, и давайте разберемся, что тут было. Итак, начало тоже пропустим, здесь была закрытая цельянка с ходом конь c3, вполне возможный вариант, то есть, часто играют белых таким образом, то есть, идея такая, что они пока не вскрывают центр, и, соответственно, как раз-таки здесь они стремятся к тому, чтобы центр был закрытый, и в перспективе готовят атаку на королевском фланге. Итак, слон b5, тоже плановый ход за белых, то есть, они при случае готовы скинуться на c6, и затем просто рокировать, и далее, опять же, постепенно начать атаковать на королевском фланге. У черных здесь есть выбор, допускать разберем c6, либо сыграть конь d4, в партии они избрали именно второй вариант, конь d4. Итак, конь d4, опять же, белый тоже не обязан, к слову, бить на d4, у них была масса других ходов, то есть, допустим, просто можно сыграть было d3, вот, но, тем не менее, последовал ход конь d4. Итак, конь d4, cd, конь e2, e6, пока у нас партия развивается стандартным образом, и до данной позиции доходило довольно много партий, здесь самый простой за белых, это, конечно же, сыграть короткая рокировка, то есть, тут порядок ходов очень важен, то есть, короткая рокировка конь e7, и в данной позиции ход d3 уже будет вполне возможным, и у нас возникает примерно равная позиция. Тем не менее, белые либо перепутали порядок ходов, либо просто не заметили простой тактики и сыграли d3 сразу, ну и вот тут последовала стандартная идея, которая встречается регулярно в Сицилианке, ну и, впрочем, в других дебютах тоже, это ферзь b5. Красивые двойные удары, теперь на любой ход белых мы играем далее ферзь b5, выигрываем фигуру, и в данной ситуации, конечно же, черные в будущем побеждают. Так что, поэтому еще раз хочу сказать, что порядок ходов очень часто имеет большое значение в дебюте, особенно в острых вариантах, здесь, в принципе, вариант был не такой уж и острый, то есть, в целом, выбор был большой у белых, и вместо хода d3 в данной позиции белые не обязаны играть именно короткая рокировка, просто рокировка это, опять же, самый сильный ход и самый логичный, тем не менее, выбор у белых здесь был. Ну и вот, не забывайте про подобные идеи, когда у вас единственная фигура, то вот эти вот двойные удары, то есть, шаг и нападение на фигуру, они могут быть очень неприятны, и вот здесь, действительно, черные побеждают сразу. Ну, а мы с вами идем дальше и посмотрим еще одну победу черных. Здесь партия в каком-то плане классическая, потому что ее играли два очень знаменитых шахматиста из 19 века, это Джон Кохрен и Говард Стаунтон, то есть, у нас есть такие дебюты, как Гамбит Кохрена и Гамбит Стаунтона, вот, и, соответственно, действительно, данные шахматисты в свою эпоху были одними из сильнейших, то есть, тогда еще не было чемпионата мира по шахматам, вот, и тогда у них даже не было возможности стать чемпионом мира, но, тем не менее, они, конечно же, входили в элиту на тот момент. И, что интересно, здесь, действительно, начало, то есть, первые ходы дебютные, они, в принципе, актуальны и по сей день, то есть, это, конечно же, не оптимальное развитие событий, в особенности за белых, тем не менее, вполне возможное. Итак, здесь Плаш Загана, опять же, таки, Сицилианка, то есть, Е4, С5, и вот здесь, конечно же, ход Стаунтон за четыре, который брал Джон Кохрен, это далеко не самый основной ход, то есть, обычно играет конь Эфтри, либо хотя бы конь Цетри, там, Цетри можно пешкой пойти, можно сыграть, допустим, Д4 Гамбитмора, В4, опять же, таких ходов у белых много, но С4 ход, все-таки, немножко не туда, особенно учитывая тот факт, что сейчас у черных есть довольно эффективная идея, это сыграть Е6 и затем в перспективе провести Д5, и Слон попадает под темпы, мы это с вами, кстати, в перспективе и увидим. Итак, С4, черные играют Е6, это хороший сильный ход, далее последовало конь Ф3, конь Ц6, ну и вот здесь, тоже не самое очевидное решение за белых, это ход Е5, к слову, могу добавить, что перевеса уже, как ни странно, у белых нет, потому что С4, все-таки, ход немножко не туда, нужно было сыграть белым по-другому, то есть, либо, допустим, просто короткая рокировка, ну, либо ход конь Ц3, тоже могу предложить, то есть, все-таки, пока не двигать пешку, в перспективе пешка может пойти на поле Е5, но лучше было начать именно с хода фигуры, либо, опять же-таки, с короткой рокировки. Ну что ж, тем не менее, Е5, это не ошибка, далее последовало конь Е7, ну и вот здесь, опять же-таки, тоже белым нужно было, все-таки, проявить аккуратность, и понять, что конь Е7, это ход не просто развивающий, но и с целью в будущем атаковать пешку Е5, и нужно было сыграть рокировка, то есть, подготовиться заранее к ходу конь Ж6, и после конь Ж6, белый успевает сыграть ладей Е1, на ферзь А7, ферзь Е2, то есть, вот так вот белый укрепляет свою пешку, пешка Е5, все-таки, центральная и довольно важная, отдавать ее, конечно же, белым не хочется. Если же черные все-таки проводят свой плановый ход, а именно Д5, тогда можно съесть на проходе, сыграть ТЕД, и на слон Д6, ну, допустим, конь С3. То есть, самый логичный ход. У черных отличная, конечно же, позиция, по дебюту нет никаких проблем, но тем не менее, важно, опять же-таки, для белых, то, что у них тоже проблем никаких здесь нет. Так что, поэтому рокировка был более точный ход, тем не менее, конь С3, то, что было в партии, тоже, это все еще не ошибка. Далее последовала конь G6, ферзь Е2, и черные решили, как говорится, полезть на белых, сыграть довольно агрессивно, и сделали ход конь F4. Итак, после хода конь F4 под боем ферзь, поэтому ферзя убирать нужно, последовала ход ферзь Е4. Ну, и здесь тоже интересный момент, то есть, за черных, на самом деле, можно было съесть пешку на поле G2. То есть, вариант очень опасный, тем не менее, опять же, в конкретных вариантах, у черных все еще остается, сейчас покажу, что тут могло последовать. Итак, конь G2 и король F1. Я думаю, что из-за хода король F1 черные отказались от данного варианта, и, возможно, просто оборвались расчеты уже на ходе король F1, тем не менее, вариант стоило продолжить. Дело все в том, что после хода король F1 у черных есть сильный темповой ход D5, то есть, теперь фактически белая опасность сыграть ЕD, съесть на проходе, ну и F5. Подобная идея была реализована и в партии, причем еще с большим эффектом, но, тем не менее, она прошла только потому, что белые ошиблись. То есть, на самом деле, при точной игре белых у них была нормальная позиция. Итак, F5 в этом варианте под боем ферзи. Выясняется, что ферзю некуда уйти на такое поле, чтобы не было, чтобы, опять же таки, был, вернее, контроль над полем F4. То есть, допустим, белый играет в ферзи 2. Это самое лучшее, но тогда конь F4. То есть, все-таки, конь возвращается в бой. Далее, очевидно, что пешка на поле D6 рано или поздно все-таки потеряется, и у черных будет лишняя пешка. Плюс ко всему, опять же, важно то, что все-таки белый коротик перестался без рокировки, и, конечно же, потенциально это тоже слабость. Вот такой вот вариант конь G2 был довольно интересный, и, опять же, в конкретных линиях здесь все срастается. Тем не менее, последовал ход G5. G5 такой агрессивный, интересный ход, но идея простая, вкрепить коня на поле F4. И у этой позиции нужно было сделать Джону Кохрану то, что я всегда рекомендую делать в дебюте, а именно короткая рокировка. То есть не забывайте про рокировку, это очень важный ход. Конечно же, не всегда данный ход нужно делать на ранней стадии, то есть на восьмом ходу, либо там еще раньше, либо там, допустим, на девятом, десятом ходу. Иногда можно рокировку отложить до более постнего периода, но тем не менее, все-таки, почти всегда это хороший ход. Не всегда это сильнейший ход, тем не менее, плохим ходом рокировка почти никогда не бывает. Если говорить, конечно же, про дебют. А здесь же последовал тоже идейный ход, но который на самом деле, как ни странно, просто проигрывает этот ход G3. То есть G3 смотрится вполне логично, то есть прогнать коня, а следующим ходом уже после ухода коня, допустим, на G6 делать рокировку, но однако конь никуда не уходит, и вот здесь Таун там поднял очень сильный вариант, после которого он просто побеждает. То есть последовал ход D5, ну, брать на проходе нужно, другого не видно, и F5, очень сильная идея, после которой Кохран сдался. А в чем здесь суть? Дело все в том, что, как ни странно, ферзь на поле E4 расположен неудачно, то есть ферзь стоит в самом центре доски. Тем не менее, если мы присмотримся к позиции, то увидим, что у ферзя есть только одно поле, не под бой, это поле E3. Но после хода ферзя 3 следует совсем простая тактика, это вилка, конь G2, и на любой уход короля съедаем ферзя, после чего, конечно же, побеждаем в партии. Вот такая вот интересная динамичная игра, нестандартная игра, конечно же, по дебюту здесь есть большие вопросы, особенно к белым, но тем не менее, два сильных шахматиста XIX века провели довольно такую любопытную партию, действительно, мне она показалась интересной, поэтому решил разобрать ее в своем видеоролике. Ну, еще раз скажу, что, опять же, в дебюте не забывайте про короткую рокировку, то есть, как вы видели, все проблемы, ну, большинство проблем, вернее, могу сказать так, по дебюту возникает от того, что либо рокировка не делается, либо делается слишком поздно, и, соответственно, опять же, такие позиции уже становятся безнадежные, потому что кровь застрял в центре, и, в общем-то, начинаются конкретные проблемы либо с королем, либо с фигурами, как было здесь в партии, когда ферзь на поле 4 неожиданно застрял. То есть, в центре доски ферзь после хода D5, и затем EFF5 оказался без хороших ходов. Ну что ж, всем спасибо тогда за внимание, и до встречи в новых видеороликах.